Совет Безопасности России продолжает работать в Якутске. Накануне прошло выездное совещание с участием всех глав регионов Дальнего Востока. А сегодня члены Совбеза посетили приоритетные для Якутии объекты ГРЭС-2 и Жатайский судоремонтный завод. С подробностями Марьяна Кутукова. Актуальные вопросы национальной безопасности на Дальнем Востоке обсудили на выездном совещании с участием секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева. По поручению президента страны с главами и губернаторами практически всех субъектов Дальневосточного федерального округа, представителями федеральных и региональных министерств и ведомств, говорилось о реализации миграционной политики и развитии приграничных территорий. В приветственной речи господин Патрушев затронул ЧП на шахте Мир. Эта тема ранее обсуждалась на встрече с главой республики. Во избежание подобных трагедий в будущем он заявил о необходимости проверить все шахты в регионе. Важно контролировать ситуации там, где опасное производство. Не важно, там рудник или что-то другое, какой-то объект. И важно своевременно предвидеть и не допускать вот эти ситуации. Об этом мы договорились. Ну а в данном случае, конечно, нужно оказать всю помощь тем, кто проводит спасательные операции и спасти еще тех людей, которые не спасены. Их 8 человек. Ну и, конечно, оказать всю необходимую помощь. Безопасность населения и обеспечение их теплом и светом далее обсудили в Якутской ГРЭС-2. На станции побывал заместитель секретаря Совета безопасности России Сергей Вахруков. Станция практически готова, доложили ему. Запуск планируется в сентябре этого года. Однако, несмотря на это, для дальнейшей работы нужна поддержка. Вопрос ставили такой, что у нас построена линия электропередачи «Тамот-Майя». Для того, чтобы дополнительный источник электроэнергии иметь на городе Якутск, нужно глубокие воды сделать. И мы говорили о том, что нам нужна поддержка работы с Минэнерго, с Росгидро, чтобы эти средства были предусмотрены по глубокому воду с выходом на город Якутск и мы бы имели дополнительный источник электроэнергии со стороны Южной Якутии. Второй объект для осмотра «Жатайская судоверфь» была выбрана не случайно. Якутия намерена попасть в федеральную программу по развитию Арктики, в которой предусмотрели бы средства в пределах 3 миллиардов рублей для реконструкции судоремонтного завода. Нынешняя стоимость судоверфи оценивается в 5 миллиардов 700 миллионов рублей. Проект завода уже будет готов в ноябре текущего года. Сейчас строятся новые заводы, в частности, на Дальнем Востоке строится, крупный завод очень, но вот эти заводы надо создавать, восстанавливать, потому что они для республики такими являются, специально важными и базовыми. Опыт работы у нас по подобным заводам есть. Онежский судостроительный судоремонтный завод с ноля. Стоял он и не делал ничего. Это было три года назад. Сейчас он работает, работает очень неплохо. Самый главный вопрос для судостроения в республике Сахайку, для обновления флота, это, конечно, модернизация и строительство высокотехнологичной жатайской судоверфи на базе реконструкции нашего и модернизации нашего завода. Это основной момент, потому что без завода мы не сможем возродить судостроение в нашей республике. А для нас это очень важно, потому что весь север у нас завоз, северный завоз, это находится, конечно, на плечах речного морского флота. По итогам встречи все предложения направят в Совет безопасности в срочном порядке. По крайней мере, пожатайской судоверфи Сергей Вахруков пообещал посодействовать после составления проекта и прохождения государственной экспертизы. Марьяна Кутукова, Георгий Григорьев, НБК Саха, Якутск.